Доброе утро! И мы продолжаем, продолжаем такой новостью в Ульяновске. Выбрали воспитателя года, лучшего воспитателя. Вот предлагаю об этом сегодня поговорить. Тем более в гостях у нас Исаева Олеся Владимировна, воспитатель детского сада номер 258. Олеся Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Ну, поздравляем с победой. Спасибо. Это в первую очередь. А все-таки основной такой вопрос. Как просыпаетесь? Есть у вас секрет такого, я не знаю, хорошего утра, чтобы зарядиться настроением и вот уже, видимо, детям его передать и пронести целый день? Тем более утро у воспитателя, рабочего, начинается в 7 утра, очень рано. Ну, это есть только в первую смену, а то в 7 утра. А мы работаем день первая смена, день вторая смена. То есть если во вторую смену я могу выспаться. Ну, все-таки вот рецепт хорошего утра. А кофе, зарядка или какой-то вот лечь пораньше с вечера? Ну, скорее всего, наверное, пораньше лечь. Настрой. Что я уже знаю, просыпаясь, я знаю, что меня ждут мои дошколята, их светящиеся глаза, улыбки. Поэтому проблем с утра у меня не бывает. Я встаю всегда бодро. Ну, что касается конкурса. Сначала победили, естественно, на муниципальном этапе. Из скольких этапов состоял областной конкурс? Что было сложным? Что нужно было показать? Вот чуть подробнее. Областной этап конкурса «Воспитатель года» проходил в Димитровграде. В лагере «Юность» три дня мы там были. С 17 по 19 мая. В первый день 18 участниц конкурса представляли свою педагогическую находку. То есть рассказывали о каких-то инновационных идеях, что они используют в работе со своими детьми. На следующий день мы все поехали в город Димитровград и показывали образовательную деятельность детьми. То есть занятия в детском саду «Дельфиненок». И уже вечером, во второй день, объявили лауреатов конкурса. То есть из 18 выбрали 7 лауреатов. И только 7 участниц продолжили испытания в финале. То есть это на следующий день, 19 числа. Так уже каждая из участниц демонстрировала опыт работы именно с воспитателем. Делилась своим опытом с воспитателем. Мастер-класс проводили для воспитателей. И потом в завершении был ток-шоу, когда отвечали на вопрос, который нам задавали. Ну, такое серьезное испытание. То есть 18 человек надеялись дойти до финала, а их срезали уже на середине пути. Ну, прям вот. А что касается первых двух конкурсов, что вот, вы говорите, инновации, педагогические какие-то наработки. С чем выступали вы? Что рассказывали? Что показывали? Я рассказывала о таком направлении, как кинезиология. Кинезиология – это наука развития умственных способностей через выполнение определенных двигательных упражнений. И также я использую в своей работе технологию QR-кода. Ух ты! Так, QR-код. То есть в садик надо со смартфоном. Это для работы дома. А, все, я понял. Можно использовать, да. Это так себе немножко упрощать, правильно? Да. Для того, чтобы легче было работать с родителями, мы используем современные технологии. А кинезиология? Что это? Как, ребята, вот, я так понимаю, это двигательный процесс такой развития, да, через движение или как? Все мы знаем, что наш головной мозг состоит из двух полушарий. Правая полушария и левая. То есть когда мы работаем правой рукой, то лучше развивается левая полушария. Работая левой рукой, лучше правая. И вот как раз кинезиологические упражнения – это когда мы одновременно работаем двумя руками, то есть получается гармоничное развитие правого и левого полушария. То есть дети рисуют или что-то делают? Дети рисуют двумя руками. Дети выполняют упражнения. То есть можно асимметричное упражнение, можно одной рукой, например, по козу. Заечка, другой козу. А вы попробуйте. Не так-то это и легко. Так. Ой. И потом. Да. Меняем положение. Это сложно. А взрослым это вообще тоже полезно? И взрослым, конечно, тоже полезно. То есть вот есть там смысл это откачивать сейчас? Конечно, да. И взрослым тоже можно. Класс. Поэтому упражнения можно выполнять просто с помощью рук, то есть без всякого оборудования. Но я в своей работе уже разработала некоторые дидактические игры, когда мы играем за столом. То есть у нас нейродорожки есть, по которым двигаются также две руки. Нейроладошки, нейродорожки. То есть разных много. Есть интересное очень пособие с пуговицами, когда ребята одевают перчатку на руку и соединяют по цветам, то есть пуговицы. Ну а ребята как к этому относятся? Им интересно или они, ну вот, опять на нас опыты ставят? Мы хотим играть. Мы хотим играть, да. Или это в процессе игры вот так все происходит? Кинезологические упражнения провожу с детьми, в принципе, в течение пяти минут. Например, утром, когда мы перед завтраком собираемся с ребятами на коврике, мы выполним упражнения перед занятием. Также для того, чтобы собрать детей, чтобы они подготовились к занятию, можно выполнить пару упражнений. Ну и в индивидуальной работе. Но детям очень нравится, когда вот яркие, красочные уже игры, они сами с удовольствием играют в них. А вот результат такого развития как-то можно, я не знаю, оценить, посчитать? Может быть, уже есть какие-то результаты? Быстрее развиваются дети? Где-то уже кто-то что-то посчитал. Но так как кинезиология – это наука развития умственных способностей, поэтому мы, в начале учебного года я исследовала уровень развития внимания, памяти детей, речи. И вот сейчас, вот в конце мая проведу итоговую диагностику, но результаты уже видны. Дети стали более внимательны, более сосредоточены выполняют задания. Ну а вот ваши коллеги уже, ну и вы, наверное, что-то посмотрели, и ваши коллеги заинтересовались этим опытом? Кто-то использовал, не использовал? Что говорят? Вот обменивались в Димитровграде, когда были? Ну вот пока в Димитровграде не говорили, что они используют данную технологию. А для себя там что-то нашли? Ну, конечно же, да. Посмотрела, что нового используют другие педагоги. Сейчас все это обдумаю, и, скорее всего, тоже возьму себе что-то на заметку. Ну вообще, этот сам конкурс – это такой соревновательный эффект? Или все-таки вы друг от друга черпаете что-то новое, интересное? Вот это скорее общение, или там действительно так вот все, ну понятно, что… Ничего не покажу. Да, ничего не покажу, все мое. Как вот, какая атмосфера на таких конкурсах в принципе? Вот вы же прошли два этапа, и городской, и областной. Мне кажется, мы здесь больше делимся опытом. То есть не столько вот соревнуемся, просто показываем свои какие-то идеи, и уже жюри выбирает сильнейших. Здорово. А вот у меня вопрос тоже был по механике конкурса. Может быть, я упустил, конечно, но вот когда проходит конкурс «Учитель года», там вот есть открытый урок с незнакомым классом. Здесь есть такое, что вот привели вас, вот вам незнакомая группа, вы никого не знаете, и надо ну хотя бы всех посчитать. Вот я и говорила, второй день конкурсных испытаний проходил в Димитровграде, в детском саду «Дельфиненок». То есть когда мы все 18 участников, наши болельщики, приехали туда, и каждый проводил занятия с детьми, то есть в течение 20 минут, до 20 минут, именно с чужими детьми, то есть с детьми города Димитровграда. Мы только знали, что, например, я знала, что у меня будут занятия с детьми подготовительной группы. То есть у кого-то были старшие, старшая группа, у меня вот дети были подготовительной группы. То есть кто будет? Я знала, что 12 человек, и просто дети подготовительной группы, всё. То есть это дети чужие. Но в том-то и заключается работа воспитателя, что организовать, заинтересовать. В принципе, с этим проблем не было. Детям интересно. То есть сразу включились, да? Да, детям интересно. Просто у меня занятие было, мы ученые. К нам ученые-кинезионные нейробиологи направили посылку. То есть мы получили посылку, в которой находился макет головного мозга человека. Мы рассмотрели его, что мозг стоит и справа, и левая полушария. И письмо с просьбой. Нейробиологи просили нас с ребятами выяснить, какие же способности необходимы. Они создают робота ученика. И необходимо выяснить, какие способности необходимы роботу-ученику для дальнейшего обучения в школе. И вот мы с ребятами исследовали эти способности. То есть мы выполнили первое задание. Выполнили задание. Ребята сами догадываются, какие же способности необходимы. То есть и музыкальные способности, и речевые способности, интеллектуальные способности. И потом у нас образовался, ну как фланеллиграф на панно, вот этот макет головного мозга уже в плоском виде, и мы выбрали, какие способности необходимы для робота-ученика. Сделали фото, то есть дети, мы встали рядом с исследованием нашим, сделали общее фото и отправили нейробиологам, чтобы они уже создали робота. И поэтому детям было очень интересно, занятие очень живо проходило, дети постоянно в движении, одну способность исследовали, следующую способность. В общем, проблем организовать чужих детей не было. Но ведь, наверное, такое все равно, в любой команде детей есть кто-то, кому, я не знаю, интереснее, и кто-то, кто отвлекается, скучает. А заинтересовать-то надо всех, всех же надо подключить, чтобы никто не выпадал, а то тут двое все решают, пятеро играют, один уснул. Ну, я не знаю. Смена деятельности была очень быстрая, то есть мы как-то, дети не успевали отвлекаться. То есть они как-то сразу все вовлекались. Сначала нужно было собрать, у каждого ребенка была своя карточка, необходимо было от единицы до десяти, там цифры в разнобой были, то есть числовой ряд составить. И так как у каждого своя карточка, естественно, ему некогда отвлекаться, ему нужно выполнить свое задание. И только потом мы к какому-то общему приходили. А соревновательность есть там, кто первый все десять выполнит, или здесь все-таки главное выполнить? Да, главное командное, что мы должны были все вместе определить, что математические способности необходимы. А такой конкурс, для вас вообще участие в конкурсе, это добрая традиция, или впервые решились вот на этот шаг? И как решились? Поддержка действительно... Огромная команда ведь за вами стоит в том числе, да? В таком конкурсе я участвую в первый раз, поэтому я очень рада, что детский сад решил выдвинуть имели на меня, на данный конкурс. Конечно же, это командная работа, мы всем коллективом готовились, бывало, что и на выходных встречались. То есть подготовка была колоссальная. Ну и традиционно, наверное, после таких побед вопрос всегда возникает. Теперь как-то, я не знаю, груз ответственности на плечи упал, теперь же родители ваших воспитанников могут сказать, так, а что это такое, почему это у нас лучший педагог где-то вот что-то упустил? Нет, пока странно родительских претензий не было. Я образно говорю. Наоборот. Вот груз на плечи лег в том, что сейчас мне придется представлять всю Ульяновскую область на всероссийском этапе. Вот это вот. Подготовка уже началась или пока дали перерыв, сказали отдыхайте? Или уже есть какие-то задумки, наработки? Как вот это вот все происходит? Мы приехали из Димитрограда только еще в четверг, но уже какие-то стали уже начинать думать над тем, что же мы будем использовать уже. Но эта программа станет основой? Или можно прям ехать с ней? Или все-таки, например, даже с этим уроком? Или придется что-то дорабатывать, доделывать? Как вот? Здесь я показывала, то есть на городском этапе конкурса я показала одно занятие. Профессия. То есть мы изучали профессии. Здесь уже совсем другое занятие было. Мы ученые. Но в положении там 8 занятий. То есть в Ярославле я еще не знаю, на какую тему я буду показывать занятие. Поэтому придется готовить все 8 занятий. То есть вот поэтому колоссальный труд. И только там будет жеребий, когда только в Ярославле мы узнаем, на какую тему занятия буду проводить. А, то есть в любом случае это как вот экзаменационные билеты. Надо учить все, а что там выпадет. Да, а что выпадет пока неизвестно. Удивительно. И когда этот конкурс будет? Когда ждете? Когда за вас болеть? В сентябре. То есть точно дата пока неизвестна. В сентябре в Ярославле. Просто день дошкольного работника 27 сентября. И я так думаю уже к этому моменту выберут лучшего воспитателя России. Тут от всех регионов же, да, соберется? Да, то есть со всех регионов. То есть у нас там будет много. Вот действительно будет борьба. Но самое главное, я еду на конкурс, это уже познакомиться с тем, как работают педагоги других регионов. То есть посмотреть. У них что-то посмотреть, свои предложения высказать, обменяться опытом. Ну, в общем, да. Здорово. А самое главное, что от этих конкурсов выигрывает не только воспитатель, но и выигрывает дошкольное учреждение. Вы же все это везете туда, делитесь со своими, да, своими наработками с воспитателями, которые работают. А в конце концов, выигрывают дети. Здорово. Спасибо вам огромное за потрясающую утреннюю беседу. Будем держать за вас кулачки. Ваша команда, я думаю, вместе подготовит и вас, и вы подготовитесь тоже. Поэтому только успехов. Мы летом, дети будут отдыхать, а вот вам придется работать еще с большим усердием. Спасибо большое. А телезрителям напомню, этим утром у нас в гостях была Исаева Олеся Владимировна, воспитатель детского сада номер 258. Ну, а мы двигаемся дальше. Спасибо.